МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости. В ближайшие полчаса расскажем о последних событиях из жизни Волгограда области. Не переключайтесь. В день города Волжском сложилась прекрасная традиция отмечать почетными наградами самых активных, талантливых и уважаемых горожан. 66-й день рождения также не стал исключением. На праздничной церемонии побывала и наша съемочная группа. За высокие достижения, вклад в развитие Волжского и активное участие в жизни родного города в этом году отмечено 14 человек. Они получили одну из четырех наград. Звание почетный гражданин города Волжского, почетный знак, герб города Волжского, памятный знак во славу города Волжского и занесение имени в городскую книгу почета. Это знак признания обществом заслуг людей, которые с каждым годом делают Волжский лучше. Они внесли лепту в разные аспекты жизни города. Это может быть и производственное направление, это и спорт, и культура, и социальные аспекты. Но самое главное, что это яркие волжане, это те волжане, которые делают город еще более интересным, еще более выдающимся, город удобным для проживания, комфортным. Но и самое главное, это люди, которые заставляют звучать струны города Волжского не только на региональном, но я хочу сказать и на российском, и даже на международном уровне. Это вот здорово, потому что не зря же говорят, что Волжский город ярких людей. Среди самых ярких волжан, кто удостоен звания почетного гражданина, в этом году заслуженный художник России, профессор Волгу и ВГСПУ Владислав Коваль. Именно он разработал флаг и герб Волжского, города, где он вырос и где проходят все его персональные выставки. Я всегда любил мой город, всегда близко переживал за все его достижения, успехи, и даже мои дети и внуки живут в этом городе. Для многих из тех, кто был награжден в этом году, Волжский стал действительно городом судьбы. Мария Коновалова переехала сюда 55 лет назад и уже несколько десятилетий входит в правление городского отделения детского фонда. За эти годы добрых дел по инициативе Марии Васильевны было сделано немало. И все на благо маленьких волжан и их светлого будущего. Я очень активно участвую, люблю детский фонд. Именно детки приходят, у них очень много программ. У них программа «Здравствуй, школа», и «Первого июня», и программа «Пасха». И вот это все мы проводим очень интенсивно, очень здание хорошее, адрес Ленина 97. Поэтому все прекрасно, все хорошо. За город я горжусь. Торжественная церемония вручения городских наград в Волжском состоялась уже в 26-й раз. Из-за эпидемиологической ситуации она прошла без зрителей, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Праздничное настроение создавали выступления творческих коллективов города. Волжане могли наблюдать за торжеством с помощью онлайн-трансляции, отметив 66-й день рождения любимого города. Анна Муслимова, Диана Бакулина, Данил Сиротин, телеканал «Волгоград-1». В Волгоградской области стартовала всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу». Она направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Подробнее о проекте расскажем в следующем материале. Дорога – это место повышенной опасности. На ней угрозой может стать все, что угодно, начиная от спущенного колеса автомобиля, заканчивая вышедшим из строя тормозными колодками. Однако чаще всего дорожно-транспортные происшествия случаются именно по вине водителей. Невнимательные зачастую приводят к огромным трагедиям. Он меня сбил. Был такой же? Был такой случай. Скажите, а как вам и другим пешеходам можно постараться избежать этой ситуации? Нужно будет смотреть налево, направо, то есть самой себя предостеречь. У нас есть примеры, когда такие отвлечения приходят к трагедиям последствиям. У нас с начала года также мы обращали внимание на то, чтобы водители спрофилактировали. На этом проводились операции, посвященные выявлению так называемых водителей, которые разговаривают с телефоном. Чаще всего люди воспринимают эту проблему по отношению к другим участникам дорожного движения, совершенно не осознавая, что делают то же самое. Это касается и водителей, и пешеходов, и пассажиров. Безусловно, самые уязвимые участники дорожного движения – это дети. Они еще не могут в полной мере сконцентрировать свое внимание. К тому же, не всем юным пешеходам известны элементарные правила, по которым следует переходить дорогу. Обучить их задачи родителей и, безусловно, педагогов. Огромная группа людей создает условия для того, чтобы педагоги умели и имели возможность донести эту информацию, научить ребенка правильно вести себя на улице. В этом деле нельзя забывать золотую народную мудрость. Хочешь воспитать ребенка – начни себя. Ведь дети всегда берут пример с родителей. Мы же ходим по городу, переходим пешеходные переходы. Все время говорю, как переходить на красный, стоим на зеленый. А мы сейчас проверим. На зеленый. Что мы делаем? Переходим. А на красный? Стоим. А ты одна ходишь, дорогу переходишь? Нет. С родителями, да? Ты молодец. Очень внимательная девушка. Организаторы акции планируют провести более 250 семинаров, тренингов и игровых механик, направленных на привлечение внимания водителей и пешеходов к правилам дорожного движения. Наталья Сакиева, Ксения Колоскова, Станислав Кушманов, телеканал «Волгоград-1». Несмотря на то, что по данным опроса о часовом поясе, который прошел в общероссийский день голосования Волгоградской области, более 65% местных жителей высказали за московское время, споры в народе не утихают. Активисты собирают подписи волгоградцев, которые хотят оставить местное время. Петицию, адресованную губернатору области, уже подписали почти 50 тысяч человек. Корреспонденты телеканала «Волгоград-1» решили узнать у волгоградцев, по какому времени они хотят жить. Результаты опроса говорят сами за себя. Хотели бы вернуться к московскому времени? Ну, мне, конечно, это неплохо. Это неплохо время. А если будем возвращаться, опять будем перестану, вот поэтому не хочется. Время опять назад. Неудобно, конечно. Неудобно? Да, все. То есть волгоградская основа? Да. Мне удобнее по Москве. По Москве. А чем удобно? Ну, как бы я и работала в Тамбовской области очень много лет. И переход на такое время, мне удобно разговаривать с близкими, скажем так. Разница, да? Разница во времени, да. Спасибо. Привыкли уже к этому времени? Нет, ничего не меня. Вы местный житель? Хотите ли вы перейти на московское время? Нет. Почему? Ну, это раньше вставать мне неудобно так. Мы же уже переходили на московское время. Неудобно просто. Неудобно, да? Да, то есть я хочу оставить. Оставить. Да. Хотели бы перейти на московское время? Нет. Почему? Потому что летом, чтобы было темно, в осень уже вечера, мне не хочется. И в три утра, как бы солнце, птички поют за окном. Тоже не хочется. Поэтому только местное время. Я бы вообще еще два часа накинула к нашему. Считаю, наше время лучше. Подходит потом? Да, больше подходит. Однозначно волгарадское местное время. Я не хочу. Я хочу оставить волгарадское время. Потому что выхожу раньше, прихожу как положено все. Да не буду никому ничего объяснять. Мне так удобно. Мы привыкли к своему времени. То есть вам удобно, да? Очень удобно было, да. Я жила с этим временем и хочу продолжать жить. Очень удобно вставать. И ребенка в школу высыпается, и ребенок в садик высыпается. Замечательно. И вечером очень хорошо. Дети ложатся вовремя, так, как они привыкли. Я считаю, что нужно оставить наше время. В летний период меня устраивает волгоградское время, а в зимний уже не так принципиально. В зимний период, возможно, и московское, и волгоградское особо разницы нет. Но летом вы видите сами, что темнеет гораздо позже, светлеет гораздо позже. А зимой, по-моему, в зимнее время сумерки начинаются рано, и светлеть также начинается рано. Поэтому не особо принципиально. В наше время другое. Я не знаю вообще, кто. Из моих знакомых никто не голосовал за перевод времени. Мне кажется, это фасификация сплошная. Я ни одного не встречал вообще, кто бы проголосовал, а они говорят 70%. Не верится. Волгоградская область занимает 17 место в России по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией из возможных 85. Наши соседи Ростовской и Саратовской области в этой неблагоприятной статистике нас опередили. Там заболевших больше. Какая ситуация с вирусом в нашем регионе сегодня, расскажем далее. 23 июля, по данным лабораторного центра Роспотребнадзора, вирусом COVID-19 в Волгоградской области заразился еще 91 человек. Таким образом, в регионе всего зарегистрирован 8 431 случаи заболевания. Количество граждан, прибывших из других стран и регионов России и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 43 198 человек. В больницах региона с подозрением на COVID-19 находится 2283 пациента. На лечении с подтвержденным коронавирусом 3496 человек, в том числе и 175 детей. На территории Волгоградской области зарегистрировано 55 летальных исходов. Как говорят специалисты, инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Заболеть можно, если обнять или поцеловать зараженного. Также коронавирус живет на поверхностях. Единственными существующими на данный момент эффективными способами защиты от вируса COVID-19 является средство индивидуальной защиты и социальная дистанция в полтора метра. Также специалисты напоминают о регулярном мытье рук и дезинфекции поверхностей. Анна Муслимова, телеканал «Волгоград-1». Волгоградский ротор сыграл второй контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе. После победы над клубом ПФЛ «Легион Динамо» наша команда встретилась в Пятигорске с местным Машуком и вновь одержала победу. Волгоградцы открыли счет уже на пятой минуте. Сергей Макаров получил передачу от новобранца клуба Данила Степанова и без труда расстрелял ворота соперника. В первом тайме этот момент у нашей команды оказался фактически единственным. А вот хозяева поля имели реальные шансы сравнять счет, одним из которых стал пенальти в наши ворота. Однако переиграть голкипера Александра Довню Пятигорец Николай Лебедев не сумел. Едва началась вторая половина игры, как Рот разобил второй гол. Камиль Мулин в излюбленной манере протащил мяч несколько метров и, не сближаясь с голкипером соперника, точно пробил в дальний угол. Во втором тайме команда создали еще по паре моментов, однако назвать их голевыми можно разве что с большой натяжкой. Как итог, вторая победа Ротера с сухим счетом. Наша команда не пропускает, но обольщаться не стоит. Все-таки соперники у синеголубых, при всем к ним уважении, далеко не самые сильные. Сегодняшний матч был неплохим. Сегодня забили два гола. Один гол забили с быстрой атаки, а другой с позиционной атаки. Была такая тяжелая игра. Кстати, очень неплохой соперник. Все южные команды очень хорошие. На контроле мяча держат очень хорошо. Ну и, в принципе, хорошо сырали. Следующий и заключительный поединок на втором сборе Волгоградцы сыграют 27 июля против Ставропольского «Динамо». Константин Родионов, Телеканал, Волгоград-1. Полицейские управления по вопросам миграции совместно с коллегами из районного отдела полиции на территории Градищинского района провели контрольно-надзорные мероприятия. Рейд прошел на землях сельхоз назначения вблизи поселка Новая Надежда. Проверка осуществлена в отношении 25 граждан Республики Узбекистан, занятых на прополке из сельхозкультур. Специалистами установлено, что 6 граждан осуществляли трудовую деятельность незаконно, без разрешения на работу либо патента. Они приличены к ответственности. В настоящее время устанавливаются работодатели, незаконно привлекшие иностранцев к трудовой деятельности. На территории Волгоградской области продолжается профилактическая операция МАК, в рамках которой полицейские ведут борьбу с разрастанием наркотикосодержащих растений. Только за сутки в нескольких районах города и области обнаружены очаги произрастания антигорастущей конопли. Так, в Камышинском районе уничтожены путем скашивания, сожжения и углубленной перекопки земель с обработкой данных территорий гербицидами около 1000 кустов на площади свыше 600 квадратных метров. О подобных фактах произрастания необходимо сообщать местные органы самоуправления и отделы полиции. В регионе участились случаи мошенничества при совершении покупок на сайтах бесплатных объявлений и различных интернет-магазинов. Злоумышленники предлагают различный товар по низким ценам, получают предоплату, а после удаляют контакты или блокируют покупателей. Тем же, кто самостоятельно продает свои товары через сайты бесплатных объявлений, не следует сообщать неизвестным, желающих и приобрести, полные реквизиты карт, включая пин-код для зачисления предоплаты. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами, не позволяйте мошенникам себя обмануть. А сейчас о новостях из мира финансов расскажет мой коллега Александр Марусинин. Ему и слово. Здравствуйте! В этом выпуске мы поговорим о актуальной сегодня теме – оттоки денежных средств с банковских вкладов. Причин, почему население сейчас забирает денежные средства с депозитов, несколько. И прежде всего, это снижение доходности сберегательных продуктов, а также сокращение реальных доходов и накоплений граждан. Отток со вкладов уже идет и в ближайшее время, вероятно, только ускорится в связи со снижением доходности депозитов. Уже в начале года клиенты многих банков, пусть и невысокими темпами, начали забирать денежные средства с вкладов. А пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин и экономический кризис лишь ускорили этот процесс. Кто-то снимает деньги просто на жизнь, так как самоизоляция существенно ударила по доходам россиян. И многие домохозяйства вынуждены сейчас затягивать пояса. Кто-то более активен и ищет альтернативные и более доходные варианты инвестирования, начиная от покупки облигаций или паев инвестиционных фондов и заканчивая торговлей ценными бумагами на фондовых биржах. Стоит сказать, что фондовый рынок предлагает хорошую альтернативу банковским депозитам. Существует финансовая стратегия с очень простым алгоритмом действий. Для этого прежде всего необходимо открыть индивидуальный инвестиционный счет, завести на него денежные средства и на эти средства купить облигации федерального займа. В итоге, открыв индивидуальный инвестиционный счет с налоговым вычетом на вносимую сумму, заведя деньги на ИС и купив на них облигации, вы сможете получить не только купонный доход по государственным ценным бумагам, но и налоговый вычет в размере 13% на сумму, внесенную на счет. Открыть индивидуальный инвестиционный счет довольно просто, и сделать вы это можете в компании «Финам». Спонсор новостей финансового блока – акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Акции, облигации, валюта – пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера «Финам». Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на комон.ру «Финам». Помогаем зарабатывать. 24 июля в Волгограде облачно с прояснениями. Ветер с северных направлений 1,3 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-22 градуса, днем до 29 градусов тепла. Наш выпуск подошел к концу. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего хорошего. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова